Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем беседу о России на пороге революции. Действительно ли она на пороге революции? Гость, сегодняшний гость был, как и в прошлый раз, доктор исторических наук, профессор РГУ Юрий Гераскин, Юрий Аминович. Мы в прошлый раз остановились на общности ситуации тогда и сейчас. А в чем различие? Мы поговорили в прошлый раз про креаклов, тогда не было, сейчас есть креаклы. А в чем различие вообще? Мы говорили, что и общая ситуация, тогда была война, к примеру. Различие в том, что... Давайте сначала чуть-чуть напомним тезисно, что общего? Это наличие внешних вызовов, это, разумеется, различная вовлеченность столицы городов, это наличие информационной какой-то войны, но в тот период средства информационной войны были, конечно, не такими, как сегодня, но они существовали, информационная война велась, элементы дискредитации там присутствовали, там царя, царицы в тот период Российской империи. Далее, острая реакция на непопулярные решения. Вы знаете, что политические процессы... Так это общее уже, это все общее идет. Да, да, я заканчиваю, только заправо общее. Вот непопулярные решения, они всегда не присущи любой политической системе, в зависимости от ситуации, и ясно, что эти непопулярные решения вызывают усталость. А усталость часто сменяется недовольством. Это вот очень важно знать и помнить непопулярные решения Бориса Годунова, когда-то мы с вами говорили о введении пятилетнего срока существования. Как раз в первой программе о скотном времени мы говорили. В русских революциях непопулярными политиками была черта осетности, ограничение военного времени, экономически и политически связанное с ведением России войны. Далее, очень важно отметить такую вот черту, как наличие состояния поведения и настроения силовых структур. Силовые структуры, они на переднем крае. В тот период, в годы первой русской революции, охранительность силы было казачество. Оно было преданно монархии, оно предавалось полицейским участкам, там в количестве 15-30 человек, и очень эффективно выполнялись свои функции. В 1717 году произошла другая ситуация, казачество нескольких чувствовало иначе, уже отказывалось некоторое приказание военного руководства выполнять, было недовольство засилием немцев, по их мнению, в генеральской среде. И более того, именно... Да, и еще любопытный момент. Ставка правительства и Петроградского гарнизона на лейв-гвардейские полки провалилась. Как действительно, именно лейв-гвардейские полки, то есть привилегированные военные части, которые находились в столице, правда их было очень много, жили в стесненных обстоятельствах в казармах, что вызывало некий ропот. Вот, соответственно, и пайковое снабжение было несколько хуже. Соответственно, была угроза попасть на фронт, в виде маршала Крот, в окопы, наполненные холодной водой. Вот здесь вот произошла осечка, вот Волынский лейв-гвардейский полк, как фебель Тимофей Кирпичников, он первым приказал стрелять поверх голов митингующих, а затем то ли сам, то ли с помощью солдат убил командующего воинским подразделением офицера. Вот, и по сути дела, вот с этого момента начался переход армии на сторону митингующих, восставших и борьба армии уже с полицией. Вот так вот ситуация развивалась. И, кстати, Фельдфейбер Тимофей Кирпичников кончил плохо, когда он... Ну да, я знаю, там вот надо рассказать. Когда после Октябрьской революции он бежал на Дон, чтобы сражаться с большевиками, полковник Кутепов приказал... Когда он пришел, да, да? Когда он пришел, да, с предложением, что включить его на довольствие поставить, и включить в штат, полковник Кутепов дал приказание караульному взводу расстрелять. И приказ был, соответственно... Да, и вот еще такой момент, это вот участие, вот в первой... В начале 20 века, в первых русских, особенно вот... Ну это вот, пардон, значит, это вот обращение к тому, кто начинает метаться. Есть прекрасное выражение, которое в жизни себя оправдывает, и я его использую, да? Что предавший одажды, предаст всегда. То есть, если есть какая-то линия, то и надо держаться. Ну это, извините, ремарка такая чисто человеческая. Ну и вот, наверное, надо отметить, что разный гендерный или половой состав участников. Вот февральская революция буржуазная 17-го года, в основном женщины, недовольцы женщин, более того, они хотели праздновать впервые в России Международный день. Работницы, придуманные германскими, стал демократками в России, и так этого праздника не было, был праздник православный, зонгороносец. Вот решили отпраздновать. События начались 23 февраля, но я прибавляю дни к новому стилю, так вот и получается. И, ну, конечно, были и другие факторы, такие как сложности с продовольствием, с снабжением, очереди уболочных, короче, женщины в основном. Ну, мужчины многие были мобилизованы, или, более того, или просто сидели дома, поскольку выполнять нужно было роли и стопника, и кормильца, поскольку к этому времени тоже начались локдауны на предприятиях Петрограда. И, вот, например, сегодня, вот мы с вами говорили, состав тоже другой, ну, смешанный состав. Больше здесь и мужской. Так в чем же различие? Тогда и сейчас? Коренной вот прям отличается. Ну, вот коренной, я думаю, вот сейчас помолодел состав. Все-таки помолодел. Подростки, да? Да, ну, да, это видно. Вот, возрастной состав несколько другой. И отсюда вывод, что нынешнее российское государство потеряло молодежь, как принято говорит? Ну, это термин, есть такой расхожий, потерянное поколение, но я... Нет, потерянное поколение, как раз мы с вами. Да, мы с тобой как раз, да. Вот мы с вами, это потерянное поколение, да, которое и при застое, и при перестройке были, и при диком капитализме, и сейчас, слава Богу, еще живы. Хорошо. Вот такой вопрос. Рязань. Тихая, патриархальная Рязань. Тогда и сейчас. Вот в Рязани наиболее, конечно, острые события были в годы первого, скажем так, пятого, седьмого года. Даже несмотря на то, что это была тихая, патриархальная, монархическая провинция, даже император приезжал туда в период русско-японской войны, но мы имеем серьезный эксцесс в тот период в Рязани. Вот 23 октября 1945 года собрание в городском саду в центре Рязани, посвященное принятию царского манифеста от 17 октября 1945 года о дороге российскому народу свободы политических. И присутствуют представители самых различных политических лагерей. И вот монархистам не понравилось выступление помощника присягнов Паверина Прозорова, либерала, директора, управляющего заводом сельхозмашин Ливонтина, который вызывал у них серьезную, так скажем, злость и неприязнь. И в результате всех сторон последовательные оскорбительные выпильки, монархисты столкнулись с другой противоположной реакцией стоящих невдалеке группы семинаристов и гимназистов. Более того, оттуда последовал выстрел из нагана и один из рабочих типографий был тяжело ранен в голову. Началось столкновение, более того, до смерти был избит один из семинаристов. А на следующий день еще два дня начались погромы еврейские в центре Рязани. И в помощь только как раз подразделения казаков удалось рассеять погромщиков, которые шли с рогами, шли с портретами Николая II, царя, и к ним естественно примазаны скриминальные элементы, которые осуществляли в ходе этих погромов грабеж торговых лавок на улице Кочтовой, Соборной и так далее. И даже в провинции были вот такие эксцессы. Вот в 1906 году село Секирина Скопинского уезда крестьяне стали косить покос осуществлять земли, предыдущие помещившие в результате вызвали войска 9 крестьян убитых. Или вот 1906 год 13 ноября покушение на рязанского полицмейстера Георгия Хорота. СССР Парвицкий или Первицкий стреляет в него, убивает. То есть ни одна столица переживала тогда террорические акты. Всего, я напомню, их было около тысячи. Тогда вопрос, почему у нас есть улица Каляева, по крайней мере, а нет улицы Первицкого? Ну, видимо, большевики очень неприязненно относились к бывшим соратникам по классовой борьбе СССР в меньшие векам, поэтому, я думаю, хотя вот, Наташин парк назвали в честь Натальи Климовой, СССР, которая участвовала в организации покушения на премьер-министра Ставыпина в Петербурге, готовила консперативную квартиру, позже эмигрировала. Я даже не знаю. Понятно. Хорошо. Сейчас чем Рязань прославилась, так сказать? Она просто вот вошла в число городов, да? То есть у нас не было никаких таких ярких акций? Нет, у нас этого не было, слава Богу, и, собственно говоря, более... Губу разбили одного правозащитника. Более... И говорят, сейчас вот Алексей Борисов побили сильно. Да, но были вот отдельные, конечно, ну, надо понимать, нокаут страстей, конечно, там, и, соответственно, опыта нет у этих структур, которые этим занимаются. Конечно, какие-то вот эти учения, которые проводятся в абстрактной обстановке, это совсем другое. Полиция, например, в сегодняшней ситуации американская, она более натаскана. Ну, начнем с того, что я вот, когда фотографии смотрю, да, разгон демонстрации. Каюсь, что иногда используют, ну, для пущего эффекта, используют фотографии из Франции, из Германии. То есть, там очень жестко полиция пресекает вот эти моменты. Но нужен, видимо, гражданский все-таки лучший диалог. У нас масса переговоров в площадках. Я понимаю, сейчас пандемия, но у нас созданы дискуссионные клубы, у нас созданы коворкиные центры. Почему не используются? Хорошо. Вот это вот, гайд-парки. Это же реальная возможность для диалога. Это программные требования, это возможные уступки. Не без этого, понимаете, это элементы, в общем-то, классической политологии. Диалог, возможно, должен быть. Реально он должен быть, конечно же. Вот. И здесь, конечно, есть и определенные ненаработки со стороны, думаю, и власти. Вот. Но не без ошибок, ошибаются все. Дай бог, чтобы эти ошибки... Ну, начнем с того, что власти впервые с такими столкнулся. Дай бог, чтобы ошибки не обернулись кровью, конечно. Да, уроки-то извлечены, нет? Как вот? Уроки, я думаю, к сожалению, вот история учит тому, что ничему не учит. К сожалению, уроки порой не воспринимаются, потому что, вы знаете, классическую фразу историка Карлейта о том, что делают революцию, планируют романтики, осуществляют фанатики, а плодами пользуются часто подлецы. Вот, смотрите, плоды Ленинс в аклобированном вагоне согласия с Генштабом. Со старашим Генштабом приезжает на финляндский вокзал, ну и начинает реализацию своих программных установок, изложенных в статьях на апрельских тестах и так далее. Хотя они хотели, да они вообще планировали старость встретить в нейтральной Швейцарии. Ну сейчас, но сейчас же нет таких фигур, мне кажется, масштаба Ленина. Или есть, но они глубоко законспирированы. По крайней мере... Или не высовываются, что ли, как. Ну почему? Ну вот Алексей Навальный, по крайней мере, претендует на такую фигуру. Ну Алексей Навальный на чем-то, потому что он не написал такие труды программные лично, как написал Ленин. Ну может быть и так, конечно, но его политическая деятельность, тем не менее, вот сейчас находится, как говорят, в топе. Вот. Процесс идет. И более того, может быть, вот как я представитель СМИ вопрос задам, может быть, есть такой термин, да, его специально раскручивают? Я не знаю, ну любой политик имеет имиджмейкеров, визажистов, это как бы... Ну есть какой-то медиаплан, по которому его двигают, то-се-то, потравили, из него делают икону, мучеников. В России всегда любят, вот тоже, наверное, общие, да? В России всегда любили мучеников? Ну, понятно, что так, и мучеников, и новому мучеников, не без этого, но я бы не стал вот так вот давать оценки, как бы, думаю, оценки... Хранение, я не даюсь, но просто рассуждать, да? Еще такой вот момент, вот такой момент интересный, но это уже не в этой программе, вы сейчас со мной согласитесь, или нет? Семинария, рассадник революции, ну это... Иосиф Джугашвили, из семинарии, ну там нет, может я примитив... Ну Георгий Гапон, это же... Это классика жанра. Может быть мы как-то, все-таки у вас специализация церковная история, мы проследим этот момент? Ну, вполне это реально, но вот, самое главное, из которого, знаете, что вот часто бывает обманутые ожидания, там есть лишняя эйфория, вот потом расчарование, поиск врагов, там, рождебность. Не, вот это надо как раз акцентировать на этом внимание. Ну вот помните, там Пасху праздновали в семнадцатом году, Христос воскресе, ответ какой. Россия свободна. Россия свободна. Ну, о чем говорить? Или вот, ну конечно, очень важно, то, что в период таких событий часто работает и рациональное мышление, вот, и такой вот протест, как бы, часто бывает, приобретает слепую какую-то силу, вот, вместо диалога, кстати, хотя это, понятно, что любой мир хуже войны, вот, и, худой мир, потому что все-таки существует понятие цены, цены вопроса, цена вопроса, цена вопроса, это страна, по большому счету, вот, даже не политический режим, а все-таки страна, поэтому цена, вы помните цена, какую цену мы заплатили за революцию, да, появилось новое государство, новое... Ну, а реки крови. Да, все-таки человеческая личность была полностью минимизирована, порабощена, а в 91-м году рухнул Советский Союз, геополитическая огромная пространство, то есть цена, это вопрос достаточно серьезный, и о нем нужно помнить. Спасибо, но в этом в следующих программах, с вами была программа Параллели, доктор исторических наук, профессор Юрий Гераськин, всего доброго, до встречи.